Я постепенно уже привыкаю к тому, что я каждый день обязан заходить на свой балкон, снимать влоги. Но я надеюсь, что мы постепенно сейчас отойдем от этого момента. Завтра будем думать над тем, чтобы сделать свою студию, где я буду делать влоги, где я буду снимать и постоянно работать. Сегодня есть в планах взять интервью у Крис, пообщаться с ней на тему брака, позадавать ей вопросы, всякие разные, и посмотреть ее реакции на камерные вопросы. Что ты выбираешь? Медицинскую карту. Чтобы врач к нам приходил. Сертификат о прививках, потому что мы делаем прививки. Я никого не агитирую, просто говорю, сообщаю об этом. Так, все это вроде пойдет. Жена, я тебе вопросы подготовил. Каверзные? Очень. Будем перезаписывать. Нет, все с первого дубля пойдет, импровизация полная. Конечно. Так, жена, у меня к тебе первый вопрос. Да. Что для тебя брак и зачем он тебе нужен? Ну, брак, это, как же это объяснить, блин? Что до конца своих дней, какой-то такой союз двух людей. Зачем надо это? Ну, у нас же есть какая-то конечная цель. Конечная цель рождения детей. Дети должны рождаться в браке, я так считаю. А брак должен быть один и на всю жизнь. 13-й айфон прицениться можешь для меня. Вот они, 13-й айфон. Ммм, какой цвет. Муж сказал, что она очень круто снимает. Так, Крис, у меня еще один вопрос. Ты готов ответить? Давай. Что, по твоему мнению, самое важное для того, чтобы брак был нормальный, хороший, такой, счастливый? Ладно, не счастливый пусть, хороший. В смысле? Что значит, хороший? Так, просто. Ну, короче, чтобы вот прям в браке было комфортно и хорошо. Что важно? Ну, уметь слышать и слушать друг друга. Обязательно все. Значит, как-то абстрактно. Ну, это проговаривать все моменты, чтобы не копить обиды. Это самое главное, чтобы не ходить с зеленой миной потом. И уметь правильно проговаривать, кстати говоря. Короче, никогда не высказывать претензий. Как только вы начинаете высказывать претензии, все. Никакого хорошего, счастливого брака не будет. Еще есть что? Уважение обязательно. Обязательно друг к другу. То есть, уважение границ каждого партнера. Что насчет свободного пространства? Ну, я всегда за свободное пространство. А как это должно выглядеть? Я вообще считаю, что каждый человек должен заниматься тем, чем он хочет заниматься. Самое главное, чтобы не было вот этих слов. А зачем тебе это надо? Если жена хочет идти к косметологу, значит, она идет к косметологу. А оплачивать косметологу-то? Мужчина должен обеспечивать семью и создавать безопасность семьи в финансовом плане. Женщина не обязана работать, в принципе. Но у нее должно быть какое-то дело, где она будет сама развиваться, иметь собственные деньги и тратить их. Ну, на что она там хочет? Тратите? Ладно, еще что насчет времяпрепровождения? Как много надо быть вместе? 24 на 7. Нет, мне важно, чтобы было пространство. Ну, и чтобы как бы про меня не забывали. Я всегда могу войти в положение, что нужно поработать, нужно там отдохнуть, нужно заниматься там спортом, каким-то своим развитием и так далее. Но телесный контакт должен быть каждый день. Ну, там, обнимашки хотя бы. Ладно. Так, вопрос. Какие, по-твоему мнению, обязанности у мужчины и у девушки в браке? Что должен делать мужик, что должна делать девушка? Если есть дети, то обязанности все равно как-то они должны распределяться. Что должен делать мужик, по-твоему мнению? У меня вот нет машины, поэтому ты водишь в садик, дочь. Ты с покупками ездишь. Ага. Да, я вообще ничего не делаю, если честно. Да, в принципе, ничего. Все за покупками в садик? Вообще норм. Но ты все перечисли. Конкретно, что должен делать мужик в браке? Давай прям попунктно, быстро. Блиц-опрос. Зарабатывать деньги. Что должна делать жена? Жена создавать красивую атмосферу дома. Еще что? Уютно и тепло. Давать ласку, заботу. Еще что есть? Воспитывать детей. Жена должна. Не, ну у каждого разная же семья. И у всех разные там кто-то придумывает обязательства. У нас, мне кажется, все комфортно. Каждый занимается тем, чем он хочет. И делает то, что он хочет. В этом влоге я хотел бы все же немного поговорить про отношения и высказать свою позицию. Несколько нюансов, которые, по моему мнению, очень сильно важны. Потому что мы с Крис имеем огромный опыт в плане построения каких-то счастливых отношений, счастливого брака. Есть свои нюансы, как у каждой семьи. Но мы уже вместе просто сколько лет. Учитывая, что мне 29, больше половины моей жизни вместе. Мы встречались долгое время в браке. Я даже не знаю, честно, сколько лет. Я всегда путаюсь в цифрах. У нас двое детей. Я скажу несколько моментов, которые являются, по моему мнению, самыми важными для того, чтобы у вас все было хорошо. Первое. В каждой системе отношений, где есть муж и жена, необходимо, чтобы у каждого из этих людей были установлены договоренности. Свои внутренние и внутри своей системы отношений. Потому что у всех правила разные. И каждый из нас приходит из разной семьи. У одной семьи одни законы, у другой семьи другие законы. У нас были разные мамы, у нас были разные папы. Поэтому необходимо, когда вы вместе соединяетесь, установить свои законы внутри уже своей семьи, для того, чтобы у вас были одинаковые взгляды на то, кто что делает, кто чем занимается, кто зарабатывает, кто не зарабатывает, кто убирается, кто сидит с детьми и так далее. Не бывает никогда, и какой бы вам психолог ни сказал этого, и я больше чем уверен просто из практики, что не бывает такого, что одно какое-то правило действует абсолютно для всех. Это первый момент. Второй момент. Я считаю, что не существует счастливого брака, если вы не прошли какие-то кризисные ситуации в своей жизни, и они должны быть абсолютно у всех. И очень часто бывает такое, я даже в этом убежден, то, что именно после тяжелых жизненных ситуаций, когда есть внутреннее ощущение, что отношения практически невозможно остановить, два человека включают мозги, брак получается максимально качественный. Почему я это говорю? Потому что я видел очень много счастливых семей, по-настоящему счастливых, в большинстве своем случаев это люди, которые пережили какой-то серьезный кризис в своих отношениях. Но это не значит, что если у вас, простите, муж дебил, то вам нужно всю жизнь его терпеть. В любом случае нужно ставить себе какие-то временные рамки для того, чтобы понять, надо оно вам или нет. Следующий момент про то, что Крис сегодня сказал, умение слышать и слушать, но я дополню именно свою позицию. У каждого из нас есть свои какие-то взгляды на жизнь и есть свои какие-то правила, которые мы не хотим в своей жизни менять. У кого-то это, например, ограничение в каком-то пространстве, у кого-то это личное пространство. Кто-то, например, хочет общаться с друзьями, кто-то, например, хочет ходить в баню, кто-то, например, хочет заниматься спортом, кто-то играть в компьютерные игры. У каждого из нас есть свои слабости, есть свои хобби, есть свои требования для того, чтобы ты сам лично был счастливым человеком. И именно это важно слышать. В момент, когда вы начинаете между собой разговаривать, в момент, когда у вас начинает происходить какая-то дискуссия, очень важно, чтобы человек, который сидит напротив тебя, человек, который любит тебя, принимал вещи, которые для тебя в этой жизни сильно важны. Следующий момент, мне кажется, мое такое личное убеждение, что именно муж и жена вместе просто обязаны для счастливого брака смотреть в одном направлении. Если у вас расходятся мнения или расходятся взгляды на эту жизнь, дальше просто нет смысла никакого в каком-то совместном существовании. Это не значит, что вы должны работать на одной работе. У вас может быть разная деятельность абсолютно, но при этом цели ваши жизненные совместные, они абсолютно одинаковые. Они не расходятся в разные стороны, они двигаются в одном направлении. И да, у одного может быть один бизнес, у другого может быть другой бизнес, но при этом вы двигаетесь в одном направлении. У вас одни взгляды на жизнь, одни принципы, одни правила. Но это все происходит в жизни человека только в том случае, если в этой системе отношений мужчина и женщина договариваются вместе и обсуждают, как у них должно все приблизительно выглядеть.